Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Т.Жизни и это последний ролик по карьере за игрока FIFA 20. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал игровой колорантии. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, по итогам прошлого выпуска вы понимаете, что мы вылетели из Лиги Чемпионов уже со стадии 1-8 от лондонского Тоттенхэма. Поэтому вот так вот у нас не закончена карьера за Муниса, не выполнена. Единственная цель это выиграть Лигу Чемпионов. А цели были у нас, это во-первых, перейти в Мадридский Реал, желательно это было выиграть золотой мяч. Мы выиграли его в этом сезоне и взять трофей с сборной. Мы выиграли Чемпионат мира 2022 года. Ну и не выиграли только лишь Лигу Чемпионов. Поэтому как-то так. В будущих карьерах за игрока мы, естественно, создадим Хавира Муниса. По итогам, где он окажется, это будет Мадридский Реал. В следующем году в FIFA 23, поэтому обязательно пишите в комментариях, какую карьеру за игрока вы хотите видеть. Может быть, какую-то историю мне подкинете, чтобы я раскрутил ее дальше. Поэтому вот, к примеру, как история Хавьера Муниса. Это сын Сантьяго Муниса, того самого из фильма «Гол». То есть, ну вот такую примерно мы историю придумали. Поэтому как-то так. Давайте пробежимся по сегодняшним матчам. Во-первых, игра дома с Бетисом на выезде с Леванте и на выезде с Атлетиком Бильбао. Дальше домашняя игра Мадридской дерби против Атлетика Мадрид, которые нас выбили. Между прочим, здесь нашлось в полфинале Кубка, Суперкубка Испании. Вот. И также будет финал Кубка Испании против Асасуны. Дальше домашняя игра против Хетафи, выездная против Лиганеса, выездная против Реал Соседада. И две домашние. Против Асасуны снова будем играть и против Эспаниола. Все. В июне никаких у нас матчей нет. Поэтому на этом-то и будем мы с вами заканчивать. Переходим к игре с Бетисом. Но перед началом, кстати, да, хотел бы вам показать. У нас 49 забитых мячей. Осталось два гола, чтобы повторить наш прошлогодний рекорд, который мы поставили опередив Леонеля Месси на один гол. Он забил 50 мячей. Там когда-то в 11-м году вроде. Поэтому вот мы забили 51 гол. И теперь нам надо забить три мяча, чтобы поставить новый рекорд. Свой же, тем более, побить. Итак, игра против Бетиса. Состав в наших кранах. Поехали. Ну что же, сейчас какие-то красные и синие, вот эти вот, сине-гранатовые цвета. Почему тут, почему здесь Барселона? При чем тут Барселона, как говорится? Но у нас счет вообще не такой. Сейчас мы увидим. Я надеюсь, да. И просто закрыли. Я не знаю, я бы, наверное, лучше бы перезапустил. Так, ну что, вроде сейчас вот этот барселоновский квадратик. Пропал. Поэтому будем начинать. Так, оценка не ниже 9.0. Делать здесь передач. Забить гол за пределы штрафной. Давайте 10.0. Потому что если забьем из-за пределов штрафной и просто хорошо себя проявим, то, мне кажется, уже оценка будет достойная десятки. Родри и забивает в итоге. А не знаю, тот ли этот Родри... Нет, это другой вообще Родри. Я уже думал, тот из Манчестер-Сити, а это просто Родри. Причем имя так же пишется у него. Забивает и выводит Бетис вперед. Так, Силос, подача. И удар. И это 2.0. Забивает Пауль. И вот так вот. Похоже, то, что мы закончили прошлый выпуск с поражениями, продолжается и дальше. Мунис аккуратненько на Заньола. Тот обратно. Можно и в стеночку так... Ух, как Заньола-то выводит. Но надо бить. Надо бить, и Мунис отдает голевую передачу. А время-то еще есть. Около 30 минут. Там еще плюс добавленное время к основному времени матча. И, в принципе, шансы-то возвращаются у Реалы на... Как минимум, наверное, на ничейный результат. Финальный свисток. Минимальное домашнее поражение Реала. От Реала Бетиса. И что-то очень удручающее происходит с мадридским Реалом. Очередное поражение. Очередное поражение. Мунис отдает голевую передачу. Но этого не хватает, чтобы победить в этом матче. Ну и в матче мы не выполнили ни одно из заданий. Ну что же, у нас выездная игра. И, кстати, Леванты очень высоко поднялись в этом году. Но нам нужно возвращать доверие болельщиков. Для себя лично. Мы так очень опасно для себя сократили дистанцию, которая была от нас и до Барселоны. Сейчас эта дистанция в 2 очка. Но у нас матч в запасе. Поэтому можем сделать разницу до 5 очков. Поэтому мы будем стараться. Сейчас выездная игра. Состав в наших кранах. Поехали. Итак, выездная игра. И сейчас мы узнаем задание. Этот матч. Оценка не ниже 9-0. Обводки. И забить гол. Ну, в общем, 2 голевых действия. За матч. Поэтому давайте мы возьмем обводки. Подбор за Вальверде. Мунис. Отлично. Отлично. Но надо забивать. И забивает Венисиус. Мунис отдает голевую передачу. Ну, у нас второй матч подряд. Как минимум мы без голевых действий с поля не уходим. Но здесь прям на грани было. Четверка. Леванта могла и перехватить. Этот прострел. Мунис. Отлично проходит. И удар забивает. И Мунис. Повторяет рекорд Леонеля Месси. И второй сезон подряд. Мунис забивает 50 мячей в чемпионате Испании. В прошлом году было 51. В этом пока что 50. Но времени у нас побольше в этом сезоне. Поэтому есть и время, чтобы и свой рекорд повторить. И поставить новый. Хотелось бы побольше, конечно, чем 51 гол забить. Чтобы точно кто-то вот не повторил. Маловероятно, конечно, что кто-то бы забил в чемпионате Испании больше 51 гола. Если мы повторили в игре, то в жизни, мне кажется, уже вряд ли кто-то повторит этот вот рекорд. Хосе Гая через Муниса. Проходит Хавьер и забивает дубль. И повторяет свой рекорд прошлого сезона. 51 забитый мяч в Ла-Лиге. Ну и все. Остается у нас один гол. А матчей-то много. Поэтому, мне кажется, точно рекордом и свой побьем. Главное сейчас, чтобы не сглазить. И без травм закончили мы концовку сезона. Гая увидел забегание Муниса. Ну что, может быть, это хэт-рик. И сразу же побьем свой рекорд прошлого сезона. Удар. И да. Все. Рекорд у нас побит. И в матче против Леванты, против четвертой строчки, на данный момент чемпионата Испании, Реал выиграет, во-первых, 4-0. А во-вторых, Мунис забивает хэт-рик. И это его 52-й гол в чемпионате Испании в этом сезоне. То есть, представляете, за два сезона Мунис забил уже более 100 голов. И только за два сезона последних. Именно только мы берем чемпионат Испании. В прошлом году 51 забитый мяч. И в этом уже 52. Шикарная статистика у Мексиканца. Поэтому не зря ему дали золотой мяч. Ну и 10-0 оценка. Хэт-рик плюс голевая передача во всех четырех голах Реала мы сегодня поучаствовали. Ну и все три задания мы выполнили. Ну что же, у нас выездная игра против Атлетико из Бильбао. Сейчас у нас лидерство в 5 очков. Вроде как вернулись в нужное русло. Поэтому сейчас проигрывать и не хочется. Но снова играем на выезде в дождливую погоду. Состав в наших ранах. Поехали. Итак, задание на игру против Атлетико. Оценка не ниже 8-5. 5 передач на половине поля соперников. И 3 удара поворота. Давайте оценку 10-0 попробуем взять. Задания вроде нетрудные. Если будет все так же наскладываться, как в прошлом матче в атаке. То в принципе выполнимо. И Муниес. Ну и сразу же выходит вперед. Игроки Реала, благодаря голу Хавьера Муниеса, который будет увеличивать свой же рекорд. Который он поставил в прошлом матче. 52 забитых мяча. Был рекорд. Теперь уже 53. Муниес. Муниес. Ну как же он проходит? Как нож сквозь масло. Десятая минута. Уже 2-0. И дубль Хавьера Муниеса. Сегодня 2 удара, 2 мяча забитых. Почему в Лиге Чемпионов вот так вот не играл Реал? Вот так вот не играл Хавьер Муниес? Муниес. Ух, как же он проходит сейчас, а? Ну просто все сегодня. Для того, чтобы Муниес увеличивал свой же рекорд и хэтрик. За 28 минут матча Муниес забивает второй хэтрик подряд в этом выпуске. И против Леванта на выезде, и против Атлетика Бильбао сейчас. Муниес. Неплохо. И снова развивается атака у Реал. Ну что, четвертый мяч сейчас Муниес будет забивать? Похоже на то. Да. Покер. Покер Муниеса. Супер. И подачу можно хорошую сделать. И Вальверде забивает с моей голевой. В итоге счет уже 5-0. 4 гола плюс голевая передача. И все. Финальный сесток со счетом 5-0. Мадридский Реал разнес Атлетик Бильбао на их же поле. Оценка 10-0 у Муниеса. 4 гола плюс голевая. И все три задания мы на матч выполнили. Так, а у нас здесь вышла вот такая вот статья. Причем, я так понимаю, это до или после игры с Атлетика Бильбао. Так, ну 19-го числа, значит, наверное, после уже игры. А Муниес получает золотую бутсу. В Ла Лиге Сандандер Муниес главный претендент на золотую бутсу. До конца сезона еще несколько игр, всего 5. Однако и конкурентов практически нет. Муниес возглавляет список бомбардиров с показателем забитых мячей 56. Для сравнения, его ближайший преследователь Фати забил всего 24. Чтобы составить конкуренцию, ему придется творить настоящее чудо в концовке сезона. Ну, это и так было понятно, что золотая бутса за нами. Но приятно, что сама игра вот это вот замечает и пишет об этом заранее. А то могли выйти, наверное, какие-нибудь статьи по типу. Фати должен уязать конкуренцию. Ну, какая здесь конкуренция? Забить 30, там сколько, 28 мячей? Ну, это уже бред. Ну, что же, сейчас у нас Мадридское дерби. Дважды в сезоне мы проиграли уже нашей команде из Мадрида. Вот, они сейчас идут на третьем месте. Можно сказать, делят вторую строчку с Барселоной. Проиграли мы им один раз в чемпионате со счетом 2-1. И второй раз в полуфинале Суперкубка Испании. Поэтому надо брать как минимум реванш. Хотя бы один за эти два поражения. У них много уставших игроков. У нас не так много, поэтому, может быть, еще и фора того, что мы играем дома, нам поможет одержать победу. Начинаем. Ну, что же, Сантьяго Бернабео, Мадридское дерби и задание. Ниже 8-5 оценка, голевую передачу и не проиграть. Ох, давайте 10-0 попробуем. Понимаю, что нам надо отдать голевую передачу, но вот не проиграть в матче, а именно за победу бороться будет трудно, зная, как мы играли в этом сезоне против этой команды. Ну, что творит Муниас? Надо выходить вперед. И как шедеврально забивает сейчас Хавьер Муниас. 1-0. 19-ая минута. Мадридский Реал выходит вперед в мадридском дерби. Да как еще накрутил-то сейчас 2-х или 3-х игроков Реала. И вот так вот аккуратненько подмышкой мяч облако пролетает. И забивает Муниас 57-й гол. Не в сезоне, а именно в чемпионате. До свидания, Филиппе. Муниас. Пас на Родриго. И тот забивает. 2-0. Муниас делает эту игру. Гол плюс пас у мексиканца. Ну, по такому Реалу скучали болельщики Реала. Который убегает. И хочет забивать дубы. Или он и забивает. Разгром 3-0. Муниас делает это. Отличную игру сегодня показывает. Дубль плюс голевая на его счету. И разгром. В Мадриде. На Сантьяго Бернабео. Ну, вот так вот. Сейчас, если Барселона еще и выиграет свой матч, то Атлетико останется на третьем месте. И снова будет у них борьба за второе место. А Барсов-то навязывает до сих пор конкуренцию Реалу. Против Магуайра все понятно. Муниас. Хэтрик. Хэтрик Хавьера Муниаса. Вот он, король Мадрида. Вот он, король Испании. Ну, просто замечательное завершение нашей карьеры. Показывает Муниас. Хоть и не получилось поиграть на европейском уровне. Я сейчас именно про Лигу Чемпионов. То в Испании он точно застолбил за собой. Финальный свисток. Реал громит. Атлетика 4-0. Хэтрик Хавьера Муниаса. Плюс его и голевая на Родриго. Поэтому во всех четырех голах Муниас сегодня поучаствовал. И во всех трех заданиях мы поучаствовали. Все выполнили. Замечательно. Ну и вот он, наш долгожданный финал. Давно мы не участвовали вообще в принципе в каком-либо финале. Если не ошибаюсь, последний для нас финал, это был финал Лиги Конференции. За Валенсию, которую мы выиграли. Но вот теперь финал Кубка Испании. Реал против Асасуны. Нам с этой командой предстоит еще играть в чемпионате в месяце мая. Также в концовке. Но вот сейчас финал Кубка Испании. Состав в наших ранах. Мы начинаем. Так, мы на стадионе. А на каком? Мы на Мистали, кстати. Вот так вот символично. Финал Валенсии. Итак, задание ниже 9-0. Не проиграть, нанести три удара. Мне кажется, мы точно не проиграем. Роберто Карлос еще как перформанс от болельщиков мадридского Реала. Мунис. Неплохо. Хавер Мунис. Можно здесь пробить. И 1-0. Мунис забивает. Возможно и победный гол на 58-й минуте. Открывает счет мадридский Реал. 1-0. Родриго подходит к мячу. Ну а Мунис шикарно здесь разыграл с Родриго. И 2-0. 73-я минута. Мунис забивает уже 13-й гол в Кубке Испании в 6-ти матчах. В итоге 2-0. Дубль Муниса приносит долгожданный трофей, как именно в его копилку-то тоже. Потому что Мунис ни разу не выигрывал Кубок Испании. Не везло. С Валенсии дошли вроде до четвертьфинала. В Реал он в прошлом году пришел. Они уже вылетели на стадии 1-8 или 1-16. Но вот в этом сезоне Мунис шикарно себя показал, забив 13 мячей в 6-ти матчах Кубка Испании. Скорее всего, точно станет лучшим игроком этого турнира. Но вот коллекцию Кубков страны он пополнил. До этого был Кубок Франции с Марселем. И вот в этом году, в последнем еще и сезоне в нашей карьере, он завоевывает Кубок Испании. Ну и Тони Кросс будет поднимать наш трофей. Аплодисменты болельщиков и обладателями Кубка Испании. Я уже даже не знаю, какого там сезона. Текущего, можно так сказать, становится Мадридский Реал. Лучший игрок финала Мунис, 10-0 у него оценка, 2 забитых мяча. Ну и все три задания на финал мы выполнили. Ну и лучшим игроком турнира признан Хавьер Мунис. Замечательно. Так, ну и обладатель чемпионского титула мы с Карл Анчелуди здесь на пресс-конференции. Так, ну и кандидаты на звание игрока месяца в апреле в чемпионате Испании. Стори из Хитафи Вальверде и Куртуа и Мунис. Три игрока из Реала. Вообще замечательно. Ну вот, надеюсь, что все-таки дадут мне. Все-таки у меня там вроде два хэт-трика. Причем один против Атлетика. Против Атлетика Мадрида. Против Атлетика Бельбай и, кстати, против Леванты. То есть у меня три хэт-трика. Ну, замечательно. Итак, у нас остается пять матчей до конца чемпионата Испании. И сейчас у нас лидерство в 10 очков. Поэтому, ну, после этой игры мы еще не станем чемпионами, к сожалению. Реал против Хитафи. Составы на шкранах. Поехали. Итак, Реал Мадрид против Хитафи. Матч чемпионата Испании. Ну и сейчас Мадридский Реал в качестве обладателя Кубка Испании впервые играет в этом сезоне. Итак, оценка ниже 8-5. Не проиграть. Три удара по воротам. Берем оценку 10-0. Оленя шикарно прошел и на Стори отдает. Кстати, вот этот Стори вроде и был номинирован на игрока месяца в апреле. Монез и забивает. Сравнивает счет. Нужно бежать. Время еще есть. Чуть больше 15 минут, чтобы выйти вперед. Финальный свисток. И Мадридский Реал играет дома в ничью с Хитафи. Причем еще и проигрывали по ходу встречи. Но игроком матча признан Стори, который получил оценку 9-1. Ну и не выполнили мы только задание удары в створ, нанесли всего лишь 2. Но и Мунис признан игроком месяца в апреле в Ла-Лиге Сантандер. Ну что же, сейчас у нас выездная игра против Лиганеса. Осталось 4 матча. У нас лидерство в 8 очков. И за эти 4 матча можно получить 12 очков. Поэтому как-то так. То есть у Барселоны еще все есть шансы на победу в чемпионате Испании. Но вот это чисто такие теоретические шансы. Ясная погода на стадионе. Все замечательно. Поехали. Ну что же, мы подходим к этому матчу как лучший бомбардир. Я не знаю, сколько еще лет они побьют мой рекорд. 60 забитых мячей на данный момент у Муниса в чемпионате Испании в этом сезоне. По заданиям, наверное, возьму все-таки оценку. Удары я в любом случае нанесу. Постараться забить гол за пределы штрафной. А там, может быть, раззабивается наш мексиканец. И оценку 10-0 мы получим. Отлично проходит. Ну и забивать можно. Хороший дальний удар. 18-ая минута. Мунис забивает 61-й гол в этом сезоне в чемпионате Испании. И на данный момент побил свой же рекорд на целых 10 мячей в сравнении с прошлым сезоном. У Леонеля Месси был рекорд в сезоне 2011-2012. 50 забитых мячей. Мунис в прошлом году побил. Забил 51 мяч. Сейчас уже 61 гол в 35 матчах. Так, Рубен Диеш. И с рикошетом залетает мяч. Я не знаю, сейчас засчитают на Муниса или на игрока Лиганеса. Но надо посмотреть. А то я сейчас праздную-праздную здесь. Еще раз посмотрим. Очень странно, конечно. Да, все-таки автогол. Кенеф Амиро забивает и забирает у меня 62-й гол в этом сезоне в чемпионате Испании. И Мунис забивает головой. Давно не было у нас. Такого я вообще-то бежал к игроку, который подавал. Ну да ладно, я не знаю. Ну Заньюла, скорее всего, там подал. Вроде как да. Отличная подача. И вот как-то вот низкий Мунис перепрыгивает всех соперников и пробивает над вратарем. 62-й гол у Муниса. Справляется. Но здесь надо дальше бежать. Конечно, Вальвердо. И это на хэтрик. И это на хэтрик. Хэтрик Хавьера Муниса. 74-я минута матча. Ну а вообще должен был быть уже покер. Если бы не вот этот автогол после удара Муниса. Там просто фотографа в текстурку провалили мы. Ну да ладно. И пошел Мунис. Но не дали ему пройти. Разгромная победа на выезде. 4-0. Хэтрик Хавьера Муниса. И также автогол Амируа. Ну и игроком матча признан Мунис. Здесь 0 у него оценка. Вальвердо, кстати, отдал 2 голевые. Ну и все 3 задания мы выполнили. Ну что ж, друзья. После вот матча против Лига Муниса я решил посмотреть по... Также вот рекорд по голам плюс голевым передачам за сезон. Это, естественно, был тот же самый сезон, когда Лионель Месси забил в чемпионате Испании 50 мячей. Но и голевых он немало отдал. В итоге, в сумме, во всех турнирах за весь сезон 2011-2012 он сделал 94 результативных действия. Вот как-то так. Поэтому тут мы тоже уже перебили, получается. Вот я не знаю по поводу прошлого, кстати, сезона. То есть вот 94 результативных действия это рекорд Лионеля Месси. А какой рекорд у нас? Мы все-таки и за Валенсию еще играли. Поэтому у нас здесь 38 результативных действий за Валенсию за полгода. И оставшиеся 39 плюс 14. Ну нет, мы, кстати, в прошлом сезоне набрали лишь 91 балл. Вот. Но в этом сезоне мы уже точно перебили. И просто шикарная статистика. 106 результативных действий за сезон. Но вот, к сожалению, Лигу Чемпионов не выиграли. Да и матчи у нас поменьше вышло. Из-за того, что вот как раз рано вылетели из Лиги Чемпионов. Сейчас у нас выездная игра против Реал Соседада. Они идут на 9 месте. Итак, у нас, кстати, лидерство все так же 8 очков. Остается 3 игры, за которые можно получить 9 очков. Так что если мы сегодня побеждаем Реал Соседад, то мы становимся чемпионами Испании. В нашей карьере это уже будет третий раз. Дважды в составе Реала. Я один раз в составе Валенсии. Но надо сейчас постараться победить. Еще и дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, выездная игра для Мадридского Реала, которая может стать чемпионской. И задание на матч. Оценка не ниже 8.5. Забить 2 гола и 10 передач на поле соперников. Поэтому 10.0 мы сразу же берем. Ну вот, постараемся сегодня выиграть и взять этот золотой испанский дубль. Опасный момент и Баумгартнер выводит Реал Соседад вперед. Поэтому чемпионство Реала сейчас пока что откладывается. Но если я не ошибаюсь, еще раз 8 очков лидерства у нас над Барселоной. Так, Азар завершает карьеру. Нам говорят, а Мунис-то шикарно как сейчас все сделал. Можно убегать и на Вальверде отдавать. А Вальверде забивает. И это моя голевая передача. Супер. 28-я минута. Реал сравнивает счет. Мунис аккуратненько отдает голевую передачу. Лучший бомбардир. Сейчас отдает передачу на лучшего ассистента. Немного вот местами они поменялись. Сейчас у Вальверде 19 голевых передач в чемпионате Испании в этом сезоне. И забивает Барент Хи. Или Барент Хея. Но Реал Соседат, как мы видим, будет навязывать нам борьбу в этом матче. Снова хозяева выходят вперед. И все. Финальный сесток. Минимальная выездная потеря у нас очков. Ну, потеря-то не минимальная. Потеря-то максимальная. Здесь мы проиграли. Но минимально. Вот. Поэтому чемпионство на сегодня откладывается. Венесиус нас здесь в Покаве. Также в Альверде подошел. Симакан. Футболку не отдам. Не проси. Самому нужна. Поэтому. Ну, вот как-то так. Отдали голевую. По заданиям там ничего, мне кажется, мы не выполнили. Но вот. Стали зато игроком матча. Ну и не выполнили рейтинг матча. И счет. Не забили два мяча. Ну что же. По расписанию у нас две игры дома. Против Асасуны. С которым мы играли в финале Кубка Испании. Мы выиграли 2-0. Тогда Муни забил дубль. И против Эспаньола. Лидерство у нас сейчас в 5 очков. В 5. Так что, если мы сегодня. Тут уже точно. Если мы сегодня выигрываем. То все. Становимся чемпионами. Поэтому, скорее всего, мы специально как-то так это сделали. Проиграли вот на выезде. Чтобы церемонию отложить к домашней игре. Поэтому Реал против Асасуны. Они идут на 16 месте. Без каких, мне кажется, проблем мы здесь справимся. Состав в наших экранах. Поехали. Ну что же. Пришли, скорее всего, все ярые болельщики мадридского Реала. Чтобы сегодня в надежде увидеть. Честное, чемпионов Испании. И вот задание. Три всего лишь передачи на праздник поля соперника. Давайте оценку 10-0 возьмем. И также командное владение. Но тут уже не от меня все зависит. Поэтому мы играем против финалиста Кубка Испании. Поэтому Асасуна, кстати, будет принимать участие в Суперкубке Испании. Вот. Родриго. И какой гол забивает Хавьер Муниас. Просто чудо-гол. Да еще и может стать золотым победным. Ну вот просто замечательно. В самую дальнюю девятку. В притирку. Со штангой и перекладиной. Вот с этого ракурса получше. Да. Все идеально. Прям в самую девятину. Паутину снял. С ворот Муниас. 64-й гол в 37 матчах. Видел забегание Венисиуса. Безофсайден еще и отдал передачу. Венисиус. И это пенальти. 62-ая минута. Ну пенальти скорее всего доверить бить мне. Да. Я бы отдал конечно Венисиусу. Но раздают мне. Будем на силу в левую девятку. Отлично. Мне нужен Венисиус. Вот он убегает от меня. Снова дубль. Против Асасуны забивает Муниас. Так же как и в финале Кубка Испании. На стадионе Стали. На стадионе Валенсии. Шикарно все. 65 мячей. За 37 игр. Казимиро. На Муниаса неплохо. Ну и пробить хэтрик. Вот так вот. В чемпионской игре. Еще и Муниас так вот на трибуну куда-то запнул мяч. Забивает хэтрик. 83-я минута. Шикарно все. И все. Финальный свисток. Разгромная победа Реала над Асасуной 3-0. Хэтрик. Хавьер Муниаса и Реал. Второй год подряд становится чемпионом Испании. Ну а Хавьер Муниас трехкратным обладателем чемпионата Испании. Один раз в составе Валенсии и дважды в составе мадридского Реала. Ну а если говорить по титулам именно чемпиона страны, то Муниаса это уже четвертый трофей. До этого он еще становился чемпионом Франции вместе с Марселем. Ну и награждение. Мы его естественно уже видели раза два уж точно и за Реал в прошлом году и за Валенсию. Поэтому вот. Хэтрик Муниаса и лучший игрок матча. Ну и мы не выполнили только лишь владение мячом. Ну что же друзья, последняя игра сезона. Мы стали чемпионами. Я так понимаю там Барселона проиграла в 37-м туре. Раз потеряли они очки. Интересно кому? Или все-таки в ничью там может быть сыграли? Проиграли они Сельти дома 3-2. Ну и здесь уже точно выбывают из гонки за золото. Но должны еще отстоять второе место. Потому что Атлетика в случае поражения Барселоны может их догнать. Но у нас игра против каталонской команды. Против Эспаньола. Но Эспаньола это именно барселоновская команда. Не знаю тоже каталонская считается или нет. Состав в наших кранах. Мы играем дома. Поехали. Итак, задание на матч против Эспаньола. Оценка не ниже 9-0. Три передачи на половине поля соперника и три удара. Давайте 10-0 беру. Мне кажется, что такой же успешный матч мы сегодня проведем как против Асасуны. И вот такой шедевр забивает Мунис уже на седьмой минуте матча. Я просто на молчанке здесь сидел. Я думал, там либо защитник успеет выпнуть, либо у нас не получится. И тут какой-то странный вообще сам по себе рикошет был. Здесь вот Венисиус на нас отдает. Но в итоге у Муниса 67-й гол в 38 матчах. Было бы красиво сейчас забить 4 мяча ворота Эспаньола, и чтобы у нас горела цифра 70 в статье забитой мячи в чемпионате Испании. Мунис. Неплохо. И удар! Ну это в самую девятину с левой ноги. Сейчас забивает Мунис. А можно ли мячик забрать? Нет? Я бы забрал, потому что я хочу забить 70 мячей за сезон в чемпионате Испании. Ну просто шикарно с нерабочей ноги лонгшот в самую девятку. И забивает Эспаньол. Вот тогда 35-я минута. Как я понимаю, там штрафной. Разыграли вот так вот. И уменьшает наше преимущество Коуп Мейнерс. Эспаньол за 3 минуты сравнял счет. Рауль де Томаш здесь уже даже забивает. Ну ладно, за 5 минут. На 35-й, на 40-й забили. И вот так вот. Теперь все, что мы забивали, получается было зря. Мунис уходит шикарно от подката. Ну надо вот сейчас забивать, конечно же. И время-то еще есть забить четвертый мяч для Муниса. Он забивает хэт-трик в последней игре в этом сезоне и в нашей карьере. Мунис отлично разгоняет. Ну можно, можно забивать сейчас четвертый мяч. И все. Мунис забивает 70-й гол в чемпионате Испании. И просто бьет рекорд. И свой прошлогодний, и рекорд Лионеля Месси на целых 20 мячей. Ну просто невероятно. Финальный свисток. 4-2. Два мяча забивает Мунис. Два мяча забивает Испаньол и сравнивает счет. Ну а во втором тайме, под концовку особенно, Мунис снова забивает дубль. В итоге покер, как мы и предполагали. И все. 70 мячей в чемпионате Испании за этот сезон забивает Хавьер Мунис. Ну и все три задания мы выполнили. И только сейчас, я так понимаю, нам дали кубок. Ну что же, и по новостям. Названа команда неделя. Значит, команда турнира. Последняя. Так, Куртуа, Гая из мадридского ареала. Саюнцу и Зубельдия из Леванте. Это два центральных защитника. Пена, правый защитник, я так понимаю, из Валериала. Фати, левый вингер из Барселоны. Вальвер де Казимира. Два центральных полузащитника. Родриго справа из мадридского ареала. Мунис в центре вместе с Ларсеном. Вот, который из Барселоны. Обладатель золотой бутсы. Естественно, Мунис. 70 голов. Средняя оценка в матче в чемпионате Испании 9,3. 70 голов, еще и 14 голевых передач. Вот, 38 раз я выходил на поле. Вот, смотрите, 38 раз я вышел на поле. 84 голевых действия за сезон. Именно в чемпионате Испании. Делите сами. Вот, Куртуа лучший голкипер. Мы лучший игрок турнира. Так, ну и самое интересное для нас. Кандидаты на звание игрока месяца. Два игрока из Реала. Два. А нет, один игрок из Реал Соседада. Другой из Эспаньола. Так, Гая и Мунис. Рауль де Томаш из Эспаньола. И Фернандеш из Реал Соседада. Ну вот, посмотрим сейчас. Буквально тут пару дней. Ну и, естественно, Мунис признан игроком месяца в Ла Лиге Сантандер в мае. На этом все. Будем сейчас подводить итоги. Начнем, наверное, с турниров, в которых мы участвовали. Ну, в чемпионате мы выиграли. Кстати, проиграли целых шесть раз. Вот, Барселона пять. Вот, Барселона меньше всех. Тут понятно. Но зато у нас побед больше всех. И также ровно сто мячей забил Реал. Так что вот этот мой 70-й гол. Представляете, 70 мячей я забил. И 30 просто забили остальные игроки Реала. То есть я забил 70. Это какая-то там... Ну, получается, одна седьмая голов Реала в этом сезоне забита именно мной. Вот. Или нет. Короче, 70-х. Вот. Так вот будет лучше. Ну и пропустили 25. Меньше всех вроде. Поэтому здесь замечательно. Суперкубок в итоге выиграла Барселона. Она прошла Реал-Соседат в полуфинале. Вот. И Атлетико не смогли забить ни одного мяча Барсе. Кубок Испании выиграли мы. Ну, тут уже со стадии, я не помню, для нас-то... Ну, со стадии четвертьфинала вообще не было соперников. Суперкубок УИФА выиграл ПСЖ. Обыграли они Интер со счетом 3-1. Лигу чемпионов в итоге выиграл Манчестер-Сити. Обыграв Атлетико Мадрид со счетом 1-0. Ну, кстати, Сити нам ни разу предложение не присылали. Если по всем пройтись. Лейпциг прошел Валериал. Барселона, кстати, по пенальти прошла Тоттенхэм. Манчестер-Сити вынес Интер со счетом 6-2. Атлетико минимально прошли Баварию. А где ПСЖ-то? Что-то я вот как-то не заметил. А, они от Барсу отлетели. Все понятно. В полуфинале Атлетико прошли Барселону 6-3. Сити прошел Лейпциг. Ну, и вот, как-то так. Лацо выигрывает в итальянском финале Лиги Европы Аталанту со счетом 3-0. Ну, а Лидс, кстати, выиграет Лигу Конференции, обыграв в финале Айнтракт со счетом 2-0. Ну, и по статистике. Мунис, 70 голов за 38 игр. Чтобы вы понимали, у Фати 26. Он тоже хороший сезон, причем выдал. Потому что на 10 мячей опередил и Морена, и Ван Дебека. Лучшим ассистентом, кстати, стал Венисиус и Вальвер. Они по 20 голевых отдали. Я на третьем месте, у меня 14. Но все равно, чуть-чуть даже побольше, нежели чем у остальных. Куртуал лучший голкипер. 18 сухих игр. В Кубке Испании Мунис лучший бомбардир. 13 голов в 6 матчах. Также лучший ассистент 7 голевых отдал. Ну, и Куртуал лучший голкипер. Ну, можно так сказать, хотя нет. А у Есси из Реал Соседат Б за 4 игры 2 насуха отыграл. Куртуал лишь 2 игры за 6. В Лиге Чемпионов по итогу Мусяла стал лучшим бомбардиром. А у Муниса 7 голов в 8 матчах. Ну, здесь уж, простите, по матчам немножечко нам не хватило. Нереш стал лучшим ассистентом. Лейсон стал лучшим вратарем. Ну, вот как-то так. По статистике. Вот. Все на ваших экранах. 92 забитых мяча в итоге за сезон. И плюс еще и 22 голевые передачи. По средней оценке 9,3. Общая. В Лиге Чемпионов 8,7. В Чемпионате 9,3. В Суперкубке 1 матч на 10,0. В Кубке Испании 9,9 у меня оценка. И в общей, как вы видите, 9,3. Поэтому вот такие вот у нас дела. На этом все, друзья. Всем спасибо большое, что смотрели данную карьеру за игрока. FIFA 22. Обязательно пишите в комментариях, какую вы хотите видеть карьеру за игрока в FIFA 23. Пишите позицию игрока, историю, какую вы бы хотели видеть. Поэтому буду читать обязательно все ваши комментарии. Спасибо всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok